Возьмите Ааааааааааа аааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааа эээээ... то есть вы хотите сказать,что можете принимать наркотики и нормально снимать обзор? ха-ха-ха-ха Ахахаааааха А как еще снимать нормально? Совсем скоро на весь мир прогремит очередная церемония вручения наград Американской киноакадемии. Более 6000 человек, которые разбираются в кино получше нас с вами, долго-долго смотрели фильмы, вышедшие за 2013 год, решали, что лучше, что хуже, сразу отшили Сталинград и вот решили, наконец, явить миру результаты своих трудов. А что тут, собственно, делаю я? Так как времени совсем мало, а говорить обо всем подряд мне просто лень, поэтому я расскажу о фильмах, номинированных на Оскар, которые успел посмотреть лично я. Поехали. Меня зовут Джордан Белфорд. К 26 годам я заработал 49 миллионов долларов. Да. У меня тут всего один доллар. Конечно же, это экранизация автобиографии одного знаменитого человека. И тут нам показали всё. Взлёт, падение, дружбу, предательство, разочарование, семейные ссоры, страдающих детей, наркотики. И это очень большой фильм. Очень большой во всех смыслах. Есть одно небольшое, но нам показали всё как-то слишком позитивно. Нам, как будто бы нам показали только хорошее. То есть, Мартин Скорцезе будто бы прорекламировал такой образ жизни. Богатство, роскошь, красивые женщины, яхты, дорогие тачки. А где обратная сторона медали? Где наркотические ломки, блеватня, отходники, боли, страдания? Не стоит забывать, что это фильм про одного из самых больших мошенников США 90-х годов. То есть, в своё время он, обманывая простых людей, дико наживался. А сейчас он находится в такой жопе, что ему всё ещё предстоит выплатить 90 миллионов долларов жертвам своих махинаций. Нам показали грустняшку в конце, мол, господи, как обидно. Он жил так роскошно, а теперь у него совсем нет денег, и ему пришлось продать свой роскошный особняк. Ну и что? Мне жалко этого персонажа только из-за того, что его играет Леонардо Ди Каприо, и играет очень хорошо. Но ведь я в глубине души прекрасно понимаю, что этот персонаж абсолютно негодяй и моральный урод. И я не должен его жалеть. И как бы, что они хотели показать этим фильмом, я совершенно не понимаю. Но если зарабатывать и для клиента, так будет выгоднее для обоих, верно? Нет. Капитан Филлипс. Это... это драма. Это переживание. Это волнение все два часа фильма. Это отличная актёрская игра. И поэтому, в принципе, очень странно, почему Том Хэнкс не вошёл даже в шорт-лист номинантов на лучшую мужскую роль. Это отличный сценарий. Интересная и весьма актуальная задумка и тематика, в принципе. И это пафос. Море, море пафоса. Море. Ну, вы поняли. Капитан Филлипс. Корабль, море... Три здоровенных корабля ВМС США приплыли, чтобы спасти одного капитана? Серьёзно! Одного человека! Три военных корабля! Это же... Это полный бред! Так... Ну, это... Это вообще в натуре... Это перебор! Похоже, им там в этом море совершенно заняться нечем. Двух кораблей вполне хватило бы. Смотри в глаза. Конечно. В глаза. Теперь я капитан. Гравитация! Честно скажу, эта лента мой фаворит на премию за лучший фильм. Правда, я с большим трудом смотрю фильмы, где люди борются за выживание. Я еле-еле в своё время высидел санктум, а гравитация это такой же санктум, только в воздухе, то есть пила ещё хуже. Я настолько погрузился в картину, что в какие-то моменты мне казалось, что мне самому трудно дышать. Настолько он меня захватил, хотя, честно скажу, я смотрел далеко не Ваймакс. Звук, картинка, музыка и, конечно же, Сандра Баллок. Буллок. Как вообще произносить себе фамилию? Ладно. Эта картина практически фильм одного актёра. И не мне вам объяснять, насколько сложно играть в таких картинах. И Сандра справилась. То есть, считай, на ней держится весь фильм. Не говоря уже о том, что всё происходящее очень приятно разбавилось своим присутствием и юмором Джордж Клуни. Хотя он в фильме был от силы минут 20. Восход. Шикарный. Его персонаж прекрасно запомнился. Эферы по-американски. Я давненько не выходил из кинозала в таком лютом недоумении. Откуда, вашу мать, 10 номинаций, 10? Да, это очень игровой фильм. И он целиком и полностью держится на актёрах. И если бы не актёрский состав, в жизни бы никто не пошёл смотреть эту херню. Чего стоит один только Кристиан Бэйл, который славится, в принципе, своим умением ради роли поднять или резко сбросить вес. Но сценарий, это ведь тоже важно. Он как бы должен, в принципе, быть. В чём тут афера? Кто чего в фильме хотел сказать? Кто тут где? Зачем? Куда? Кто что за человек? Хорошо всё закончилось или нехорошо? Блин, я вообще нихрена не понял. В чём вообще смысл? 10 номинаций, вы шутите? Блин, да это же полное говно. Дорожки, глупые губатели. В этом году Оскар просто погружён в атмосферу афер. Что ж, здесь, в принципе, всё неплохо. К этому фильму претензий нет. То есть смотрел я его с большим удовольствием. Постановка, музычка, юмор-рок, логика местами отсутствует. Но это можно списать на то, что в 80-е годы в США, в принципе, логика местами отсутствовала. Чем всё-таки примечательен этот фильм? Вот чем. Тем, что на главную роль был утверждён один из худших актёров планеты. И для создателей фильма это довольно-таки большой риск. А кто не рискует? Короче, Мэтью МакКонахи перестали давать еду. И он, побоявшись помереть голодухи, начал играть. И отыграл он охренительно. Он просто молодец. Как, собственно, и Джаред Лето. Который, я надеюсь, получит статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Я как раз тебя искала, ковбой. Слышь, двустволка, если речь не о бабках или новых клиентах, я занят. Ты не достоин наших денег. Разомкнутый круг. Этот фильм представлен в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А все фильмы, которые сняты не на английском, попадают в одну категорию. Фильм «Разомкнутый круг», на который я попал практически случайно, все-таки очень достоин внимания. Потрясающая и очень такая трогательная история. Тяжелая история, которая рассказана весьма нелинейно. И как бонус можно отметить потрясающий саундтрек. Это музыка в стиле кантри, то есть это фактически музыкальный фильм. Там люди поют. Эдакие Джонни Кэш и Джун Картер для бедных. К сожалению, фильмы «Она», «12 лет рабства», «Небраска» и «Филомена» перед «Оскаром» я посмотреть не успел. Но эти фильмы также номинированы на «Лучший фильм». И они заслуживают не меньше внимания. Если вы смотрели что-то из этого, а также если у вас, в принципе, есть какие-то мысли или мнения по поводу моего видео или по поводу того, о чем я говорил до, пожалуйста, оставляйте их в комментарии под этим роликом. Я буду очень признателен за это, за то, что кто-то посмотрит и прокомментирует мой ролик. Напоминаю, что церемония вручения наград Американской на Академии будет проходить примерно в 4 часа утра по Москве. То есть буквально вот-вот. И Первый канал впервые за 5 лет не будет вести прямую трансляцию с церемонии «Оскара» по скриптам. Кстати, не вздумайте смотреть фильм Алексея Германа «Трудно быть богом». И был он не на Земле, а на другой планете благородным Доном в семнадцатом колене. Незаконным сыном местного языческого бога Гарана. Кто-то верил, кто-то не верил. Но опасались все. Это полный пиздец.